Привет, друзья! Вы находитесь на видеоблоге Леонида Егорова «Реальный культуризм». Сегодня пятница, 22 января 2016 года. И сегодня я вам хочу представить очередную серию моего обучающего направления, упражнения. И называется этот ролик «Французский жим». Как вы слышите, тема банальна. Почему? Потому что упражнение, которое я вам буду представлять, оно очень распространено в культуризме. Конечно же, я хочу вам напомнить, что я пришел в интернет уже с определенным багажом знаний. Который я сформировал на основе анатомии, биомеханики. И для меня авторитетов не существует. Поэтому я могу критиковать Гердольда Шварценеггера и Фредерика Доловье. И упражнения Джо Вейдера из той же его энциклопедии упражнений. И когда вот такая вот банальная тема, когда я представляю, готовлюсь к представлению вот такого распространенного и известного упражнения, я захожу в интернет и набираю, вот как в данном случае, французский жим. И интернет мне вываливает на первую страницу самые популярные ролики. Я их просматриваю. А просматриваю для чего? Для того, чтобы привнести вам не банальное, а что-то новое, неизвестное вам. И я был поражен. Я очень активно, как вы знаете, выступаю против пропаганды стероидов. Но когда я посмотрел ролики, у меня создалось мнение, что я выступаю против глупости. А глупости не вообще человеческой, а бодибилдерской. И я вот по вот этой первой странице просмотренных роликов могу вам сразу сказать о том, на что указывают эти ролики. А они указывают не на действительность, а зачастую указывают и на противоположное содержание действительности. Вот я выделил три таких ролика. Но начну с новинки. Вот в этой новинке от Ютуба достаточно популярный блогер говорит, что французский жим предназначен для развития внешней головки трицепса. Внешняя головка трицепса, она называется латеральная головка. Так вот я сразу скажу. Вот это упражнение французский жим, которое я вам буду представлять, оно предназначено для развития внутренней головки, которая называется длинной. Итак, друзья, в этом же ролике тот же Василий Ульянов говорит также о том, что это упражнение базовое. Конечно же, это не соответствует действительности. Потому что сегодня я буду представлять специальное упражнение. Причем специальность этого упражнения, она тяготеет к узкой специализированности. Итак, вы поняли, что глупо говорить, что упражнение предназначено для развития латеральной головки трицепса. Но когда мы поднимемся вверх по популярности, мы услышим еще такую же аналогичную глупость, только уже в отношении избирательности. Но в данном случае, все вам известный синтоновый стритфизер говорит о том, что при разгибании руки, если мы поворачиваем ладонь вперед, вот так вот, то есть по всей девости он имеет в виду вот это разгибание, то такой поворот руки создает акцент на длинную головку. Нет, ребята, не создает. Вы услышали еще об одной бодибилдерской глупости. Но и в этом же ролике, и поднимаясь выше на первую строчку, мы слышим от того же синтола-стримптизера, что длинная головка, она наименее загружается в упражнениях. Используется не в большинстве упражнений. И редко используется. И ссылается он на ее анатомическую особенность. Вот это утверждение как раз и противоположно. Почему? Потому что трудно назвать часть мышцы, которая бы наиболее часто использовалась в упражнениях, чем длинная головка трицепсов. Как вы понимаете, при таком утверждении уже другие страницы можно не смотреть. Итак, ребята, прежде чем рассказывать вам об упражнении, я представлю вас схематично. Гляньте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и сразу же покажу, как выглядит выполнение этого упражнения. То есть классический упражнение «Французский жим» выполняется лежа. Не забывайте застилать лавку полотенцем, потому что ваш потный затылок создает неудобство для последующего культуриста. И берем штангу с тем грифом, который нам удобен. В данном случае очень удобно выполнять упражнение сгнутым грифом. Ну иначе называть ЕЗ-гриф. Выполнять удобней всего за голову, так и безопасней. Ну и стремиться, чтобы локти были направлены вверх, к потолку. Вот это выполнение упражнения «Французский жим» я считаю верное. Можно выполнять также колбу. Но безопасней, конечно же, выполнять за голову. При выполнении этого упражнения я допускаю читинг. И мы будем говорить, почему. Итак, ребята. Вернемся к нашему трицепсу. Так вот, наш трицепс состоит из трех головок. Вот, пожалуйста, гляньте места крепления. Прежде всего, латеральные головки. Внешний. Продолжение следует... Далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее гляньте места крепления медиальной головки, внутренне расположенной. Это я вам показал места крепления двух односуставных головок трицепса, а сейчас гляньте места крепления длинной головки трицепса. А вот уже длинная головка трицепса, как вы видите, она двухсуставная. И вот эта анатомическая особенность и определяет частую работу в упражнениях этой длинной головки. Почему? Да потому что длинная головка участвует практически во всех жимовых упражнениях, обслуживая локтевой сустав. Но одновременно с двумя другими головками, медиальной и латеральной. А вот уже в тяговых упражнениях она выделяется. Она единственная участвует, помогая в тяге, отводя плечо руки. Именно она своим сокращением обслуживает плечевой уже сустав. Я не буду перечислять те упражнения, в которых она участвует. Достаточно сказать, что во всех жимовых и тяговых упражнениях. А их много, их очень много. И вот как раз длинная головка наиболее часто перегружается в этих упражнениях. Ну, к слову, скажу, что французский жим я не использую уже порядка более 10 лет. А может и более 15 лет. Достаточно нагрузки для моего тела в упражнениях основных, базовых. Где эффективность нагрузки, в том числе на длинную головку, и наибольшая. Она значительно больше, чем в изолированном упражнении, которое я вам показал. А французский жим это изолированное упражнение. Практически все изолированные упражнения относятся к специальным упражнениям. Я вам напомню деление упражнений в культуризме. Вот это деление упражнений определяется прежде всего видами избирательности. Пожалуйста, гляньте. И в этом упражнении избирательность на длинную головку трицепса построена на большем растяжении этой головки по отношению к двум другим. Каким образом получается это растяжение? Когда мы поднимаем нашу руку, вот мы как раз и растянули длинную головку. Вот я вам покажу. Длинная головка это та головка трицепса, которая образует вот этот контур руки. Он очень эффектив и при хорошо развитой длинной головке вот этот контур, вот я покажу еще с другой стороны, он оформляет окончательно руку. Именно поэтому в бодибилдинге и часто в специализированном тренинге используются упражнения французский жим. Но в специализированном тренинге в натуральном кутеризме используются периодами. Все по той же причине, потому что натуральное восстановление, оно достаточно ограничено. И чем выше мы будем поднимать нашу руку, тем больше будет растягиваться наша длинная головка. Тем больше будет на нее акцент нагрузки. Но так как я должен вам говорить о самой эффективной технике выполнения французского жима, конечно же я не могу сказать. Стоя мы можем максимально растянуть нашу длинную головку. И так в принципе и делают в бодибилдинге. Но мы натуральные культуристы. Мы думаем прежде всего о здоровье, о долголетии в культуризме. Ведь натуральный культуризм это тот культуризм, который сопровождает нас всю жизнь. И естественно, нас интересует сохранность нашего позвоночника. Так вот, выполнение стоя, я уже говорил, что чем выше находится наш рабочий вес, тем для позвоночника травма опасна. Вот это упражнение, действительно, оно номер один в натуральном культуризме. Почему? Сразу вам скажу. Да потому что в этом упражнении положение штанги самое низкое. А вот в упражнениях приседаниях самое высокое относительно тела. И конечно же в базовых упражнениях. Конечно же в самых эффективных упражнениях. Вот как раз высокое положение штанги и травматично для нашего скелета, для нашей мышечной системы. И в целом для нашего здоровья. И выполнение упражнения со штангой стоя, как раз и создает нежелательную нагрузку на поясницу. Рычаг сильно большой приложен к пояснице. И нас такое выполнение, хотя и эффективное для длинной головки, вряд ли устроит. Поэтому мы выбираем компромисс. Если мы уже изолируем работу длинной головки, то мы это делаем по-здоровому и наиболее эффективно. А наиболее эффективно это лечь уже не на горизонтальную лапу, а на наклонную. И выполнение уже нашего упражнения, французский жил, лёжа, в данном случае, будет выглядеть примерно вот так. Ну не обессудьте, если я буду коряво выполнять. Всё-таки не выполнял очень давно. Делайте угол примерно 45 раз, чтобы вы чётко опирались позвоночником на спинку. И берёте опять-таки как вам удобно. Разворачивайте как удобно ваши кисти. Ну не очень критично, если вы будете отклоняться от параллели в ваших плечевых костях. Поверьте мне, топография нагрузки не сильно изменится. Ну не надо нам выполнять упражнения по каким-то правилам. У нас правило единственное. Положить нагрузку туда, куда надо. Вот так. Взяли. И выполняю французский жим в обычном стиле, только уже лёжа под 45 градусов. Чувствуется, очень чувствуется, что натягиваются длинные головки. Ну вот так вот примерно выполняется упражнение. Об эффективности вот таких вот изолированных упражнений я вам говорил. Ну так как я вам говорил, что я скажу пару слов о читинге, то я о нём и скажу. Когда мы выполняем упражнения, мы часто можем слышать, особенно от фармабилдеров, что надо чётко закрепить наши плечевые кости, всячески изолировать их от движения. Я категорически против. Почему? Потому что движение читинговое, вот это, вот это читинговое движение, ну частично буловерное, скажем так, или в сочетании с буловерным движением, то есть вот это вот движение, вот оно как раз производится в том числе и вот этой верхней частью длинной головки трицепса. Вот это буловерное движение, вот я вам напомню упражнение подтягивания узких хватов, вот это. Там я говорил о буловерном движении. Так вот, как раз оно происходит и за счет вот этой верхней части длинной головки. Таким образом, когда мы выполняем буловерное движение, читинговое, мы подключаем вот эту часть, мы фактически подгружаем еще наш трицепс. То есть упражнение становится более базовым по отношению к очень изолированному выполнению. Вот этот, ребята, момент учтите. Если вы уж хотите специализироваться на увеличении в объемах вот этой длинной головки, вот этот момент учтите. Нам красота не нужна. Нам важна эффективность. Хуже от того, что вы будете читинговывать, не будет. Естественно, читин должен быть умеренный. Ну, чтобы не было похоже на буловер с разгибанием рук в лахтях. Итак, ребята, я думаю, что сегодня я вам рассказал то, что вам не говорят в интернете блогеры. А рассказал, что я вам рассказал, почему акцент возникает на длинную головку трицепса. Вот это растяжение его и создает избирательность нагрузки на него. Анатомически все правильно. Биомеханика рассказана вам верно. Берите за основу именно такую технику выполнения. Итак, ребята, всего доброго. До следующего ролика. Будьте сильны и здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует...